Здравствуйте, товарищи! Начинаем наше занятие. Спасибо, садитесь. Так, заявки есть, кто будет выступать? Не хотите выступать? Нет? Пожалуйста, Олег. Учитесь, как надо использовать учебное время, использовать для себя и для других. Ну, туда повернитесь, пожалуйста. Ну, я продолжу, я выбрал фагмент из Маркса и Эркеса, то есть главу, где он подробно описывает свой подход к истории, то есть сначала он перечитает исторические акты, первым историческим актом перечитает, они читают акт производства материальной жизни, то есть вообще без этого акта. Человек жить не может, человек не с потребностями, но что-то ездит, что-то одеваться и, соответственно, второй настоящий акт удовлетворения этих потребностей. И с развитием человека происходит вырастание его потребностей, то есть вся человеческая история может быть не только как чудо событий, но и как постепенный рост человеческих потребностей. А что вот во взаимодействии потребностей и производства, что является определяющим? Взаимодействие и потребностей. Как? Фамилия ваша? Лисина. А? Лисина, да, Юлия. Ага. Производство или потребности? Ну, он, конечно, говорит, что это факторы производства и потенциалы этого общества, но прежде чем идти к этому выводу, он перечитает эти акты. Да, подойдите, подойдите. Вот тут я вам задал конкретный вопрос. Вот взаимодействие идет производства и потребностей. Вот в этом взаимодействии есть взаимное влияние, правильно? Какая сторона является определяющей? Производство или потребности? Ну, производство, да. Производство, потому что производство дает предметы, способ потребления, и новые предметы потребления дает, которые потом появляются и так далее. Сейчас это особенно видно. Вот в наше время появляются новые какие-то продукты, в том числе новые телефоны, новые планшеты, новые компьютеры и так далее. И тогда может на них появиться потребность. Скажем, общая потребность в том, чтобы было зеркальце, которое показывало, где я, кто на свете всех милее, всех румянее и белее, а потребность в телевизоры, в телевизоре можно было получить, только если эти телевизоры начали производиться. Правильно? Потребность, например, в том, чтобы общаться друг с другом, там на одной горе один стоит, другой на другой кричит. Э-э-э-э, ну, это потребность. А когда появилась возможность телефонной связи, а телефонная связь какая? Проводная. А сейчас у нас какая? Телефонная или радиосвязь? А? Какой телефон? Какой сигнал? По какой линии? Как он проходит? И куда? Вот вы собираетесь звонить. Куда идет сигнал? На радиосвязь. А? Ну, это, ну, он что, провода же нет? Значит, какой это? Это вот, скажем, войну раскатывали. Провода. Это не провод. У вас что? У вас радиоприемник и передатчик ваш. Телефонка, который вы называете с телефоном. Так, Олег? Радиоприемник, передатчик. На каких волнах ведется ваш переговор телефонный? Радио. А? На радио. Ну, ясно, что на радио. Это как один товарищ спрашивает на политехническом университете, значит, на спецкафедре. На чем работает этот вот приемник? На диодах или на триодах? Вот он объясняет. Я вам объясняю. Он работает на танке. Радиопередачах. Волны какие бывают? Короткие, длинные, средние. Какие волны у нас? Ну, у вас сигнал идет по прямой или огибает землю? Вы можете в Америку позвонить вот в АКО? Непосредственно. Или вы должны только вот до ближайшей вышки? Ваш сигнал куда попадает? Непосредственно. От вас куда он попадает? Прямо. Куда прямо? Вот прямо. Куда он? Прямо на вышку он попадает. Почему сотовая связь? Потому что все покрыто этими самыми вышками на таком расстоянии, что вот вы попадаете на эту вышку. Она дальше передает, дальше, дальше передает. И везде короткие волны. Это радиоприемник и радиопередатчик. Когда вам позвонили, вы свой радиоприемник включаете. Когда могла появиться потребность в этом? Когда стали это производить? Да, и появилась потребность в этом. И такая потребность, что даже и не знаете. То ли это телефон, то ли это радиопередатчик. А какая разница? Важно, что я разговариваю. Так, продолжайте, пожалуйста. Когда он говорит о двух первых исторических актах, он приходит также к третьему историческому акту, а именно размножению людей, то есть воспроизведению человека, воспроизведению человека в институте семьи. И он, конечно, говорит, что, разумеется, нельзя судить об этом с такой биологизаторской точки зрения. То есть, конечно, у этого процесса есть и биологическая сторона, то есть люди, как и животные, размножаются, но главная задача института семьи – это именно воспитание, то есть это другая социальная стадость семьи, на которую указывают Маркс и Энгельс. Дальше они, приведя эти три исторических акта, объясняют, чем обусловлена связь людей, то есть, соответственно, люди, связь людей обусловлена потребностями людей, и в простом производстве. То есть, человек не может ничего производить в отрыве от общества, и самообъединение людей в общество диктуется их потребностями, потому что в обществе возможно производство. Дальше они говорят о том, что такое вообще здесь сознание, то есть они продолжают эту тезис, что общественное сознание есть именно общественный продукт, и говорят, что на самом раннем этапе у людей было племяное сознание, оно мало чего… авторы считают, что оно мало чего отличается от животных, то просто эти первобутные люди мало чего отличаются от животных, потому что их сознание заменило им инстинкт и это стало первой стадией развития человеческого общества, то есть постепенное преодоление этих остатков инстинктивности, переход к разумной жизни, обусловили дальнейшую человеческую историю. И он говорит, то есть когда эти остатки животных в человеке действительно преодолены, а именно тогда, когда произошло разделение труда, то есть разделение материального и духовного труда, то есть когда человек стал производить не только какие-то материальные блага необходимые для жизни, но и когда он задумался, стал производить какие-то абстракции, то есть на данном этапе человеческого развития в Арксеркви считает, что это было название, что в результате духовного производства человек произвел зачатки религии, философии и других, как они впоследствии называют их, воззывательных наук, то есть это было закономерным развитием человеческого сознания, то есть следствием как бы рефлексии многих поколений. Дальше они говорят о том, что же в дальнейшем сформировало то человеческое неравенство, которое должен в будущем победить коммунизм, то есть разделение со связием человеческого общества происходило, и разделение труда, и постепенно стало неравномерное распределение производимых благ в зависимости от социального статуса того или иного члена племени в качестве первого института, которые, по их мнению, происходят. Кремится социальное неравенство, они приводят семью, то есть называют это бытовым рабством, что у семьи есть гроба, и жена, жена и деть находятся в подчиненном состоянии по отношению к главе семейства, и они считают, что именно… Это они в каком обществе у нас, в подчиненном обществе, в первобытно-общинном или в ворово-владельческом? Да, в первобытно-общинном обществе патриархат были или матриархат? Ну, что патриархат, ну, скорее всего, это просто в общении, потому что… Может быть, всё-таки это вот то, о чём говорится, что там жена и дети выступают как рабы, они в каком обществе выступают? В первобытно-общинном или в рабовладельческом? Ну, в первобытно-общинном. А где там? Почему в первобытно-общинном? В общении жена, 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 жена. В нейрхат там, и нет там такого рабства, и нет там этой жены одной, и нет одного мужа. Есть жены, и есть мужья, и всё. И нет ещё этого моногамного брака. Ну, это вот у Энгельса уже более точно всё описано, с учётом более поздних и очень богатых исследований Моргана Древнего Общества. В книге «Происхождение семьи. Частные собственности и государства». То есть это относительно к первобытно-общинному обществу, вот то, о чём вы говорите. Вы уверены, что они относятся к первобытно-общинному? Или говорят, в начале истории, это можно обошвать. Ну, в начале истории. А истории называется, когда человек себя осознаёт уже, начал заниматься науками, искусствами. Вот как раз вы начали об этом говорить. Когда это начало наук, искусств? Это какое общество? Чтобы заниматься науками и искусствами на том уровне развития производительных сил, который был, был только один способ. Одни должны были добывать материальные блага для других, а другие могли заниматься науками и искусствами. Никакого другого способа не могло быть. Если вы распределите это на всех, то не получится ни учёных, ни каких-то деятелей искусств, потому что пока слишком слабые производительные силы. Вот как раз вы говорите о разделении труда. Работно-общинном обществе какое было разделение труда? Мужчины ходили собирать орехи, коренья, ловить, кого могли поймать. Женщины распределяли, готовили, следили, воспитывали и так далее. То есть, как бы, не переместить нам это вот дальше. То, о чём вы говорите, относится уже к периоду рабовладения. Хотя в этот период рабовладения были и свободные граждане. То есть, у них тоже такая была семья. И о такой семье можно говорить применительно к свободным гражданам, не обязательно к рабовладельческим семьям. Правильно? Скажем, кто были? Были рабовладельцы, были рабы, а были свободные граждане, к которым это может относиться. Так. Ну, на заре человеческой истории писанной. А писанная история начинается вот именно с того момента, когда появилось рабство и появились люди, которые специально могли этим заниматься. И когда они стали этим заниматься, то от этого следы мы имеем. Так. Ну, дальше Маркс и Энгельс начинают степенно описывать, что такое, по их мнению, коммунизм. То есть, они говорят, что в современном им обществе люди иногда тяготятся, фактически повсеместно тяготятся своим признанием. То есть, они выбирают какую-то одну профессию, и они совершенно зачастую не из интересованы в результатах своего труда, они просто работают на эксплуататоров, и Маркс и Энгельс считают, что, наверное, при коммунизме люди сами смогут выбирать именно ту сферу деятельности, в которой… а потом начнут выбирать. С чем это связано? Какая-то есть основа для этого? Материальная основа? Вообще, вот вы правильно начали, все начали с развития производства, с материальных основ. Есть материальные? Нужны материальные основы для того, чтобы это произошло? Или это просто мнение Маркса и Энгельса? Сейчас мы делаем так, а потом будем делать не так. Послушаем Маркс и Энгельса, делаем наоборот. Говорят, что люди смогут выбирать то призвание, которое… Ну, что для того, что они смогут, это мечты или какая-то есть основа того, что они смогут? Классовое общество будет уничтожено. А как уничтожить классовое общество? Это правильно. А как его уничтожить? Чтобы взять войну его, уничтожить и все. Оно уничтожается чем? Что является? Есть материальная основа уничтожения классового общества? Или просто вот надо друг с другом воевать и уничтожить? Нет развития производителей. Вот развитие производительных сил. Сил тогда, да. Вот и развитие производительных сил к чему приведет? Ну, конечно, нельзя сказать, что просто развитие производительных сил нужно привести к коммунизму. Вот они это называют… Нет, ну а к чему оно приведет? Вот развитие производительных сил, оно идет… К равенству само по себе, развитие производительных сил, ничего подобного. Вот сколько у нас нигде развивается, ни в Америке нет равенства распределения материальных благ, ни в Англии, ни в Германии, там, где развиваются производительные силы. У нас поменьше развивается, и у нас нет равенства. У нас 32 кэффициента соотношения доходов 10% самых богатых к 10% самых бедных. То есть само по себе, поэтому я вопрос не так ставлю. Я спрашиваю, какая должна быть основа для того, чтобы возможно было это сделать? Делают это люди, и люди, так сказать, борьбой общественной и так далее. Но если нет этой основы, то вы это не сделаете. Ну как бы ни боролись рабы, коммунизма никакого на том уровне производительных сил, которые были при раблодении, не появится, правильно? Теперь при феодализме, скажем, Степан Радин за что боролся? За доброго царя. Ну вот, победило бы восстание, и что было бы? Ну, так появился бы добрый царь. Это сначала добрый, потом опять недобрый. Пугачёва восстание победило. То есть кажется, что, понятно, что всякое изменение досягается общественной борьбой, в том числе борьбой классовой. Но эта классовая борьба имеет своим результатом одно или другое, или третье, в зависимости от уровня развития производительных сил. Что должны, на каком уровне должны быть производительные силы, как вы их охотеризуете, для того, чтобы стало возможным вот это вот, то, о чём вы сейчас говорите, и о чём пишут. Они потом рассказывают про этот следующий планет, они говорят, что коммунизм должен быть именно всемирным явлением. Даже хоть и всемирным. Что для этого надо? Всемирный рынок. А, рынок? Ну, из всемирного рынка получается всемирный капитализм. Ну, во-первых, я вам свой капитал не отдам. А, если я капиталист, прямо мало ли там вы что наговорите, это придумываете, вот, а я вам свой капитал не отдам. Как сейчас Абрамович, вам и листья, на которых миллиарды долларов, вам не отдадут. Поэтому вот так вот надо бы, хорошо бы, должно быть. И даже мало кто и заикается на эту тему. Почему? А вопрос не в этом, не в том, что вот мы начнём распределять, а в том, что вот, ну, представьте себе, что нужно, какие изменения должны в производительных силах, чтобы было возможно это сделать? На пути коммунизма должны произойти, и в результате, и в результате изменения. Ну, сами они должны произойти, с чего бы им происходить? Нет. Зачем я буду тратить деньги на ваше образование и идеологию, если я капиталист не очень понимаю? Вот, ну, если коммунизм, как бы, идёт, или предполагается, что идёт за капитализмом, то как вы себе представляете, капиталисты имеют государство, правящий класс, и чего это они вдруг, ну, с какого? Зачем они будут? Коммунизм, знаете, или капиталисты привлекательные? Как вы сделаете привлекательные дела? Почему? Очень привлекательный капиталист. Если я капиталист крупный, у меня очень, у меня 15 островов во всех частях света, корабли, на которых я могу сесть, пойти. Вот. У меня, так сказать, я не хожу в эти магазины, в которых вас травят всякими пальмовыми маслами и прочими. У меня там есть соответствующие люди, которые готовят мне, так сказать, всё это свежее, так сказать, и всё натуральное, ничего нет. Естественно, у меня есть спортивные залы, я играю в гольф, подминтон, что хочу. Всё у меня есть. И зачем это я? А я должен вам половину отдать? Как сделать этого организатора привлекательным? Ну, он вам привлекательный, а мне не привлекательный. А я в власти. Мало ли что он вам привлекательный. А чтобы он вам был, поскольку вам он привлекательный, у меня есть органы внутренние. Внутренний войска зачем делается? Зачем? Переизвестивание спрашиваю вас. Спрашиваете? Тогда, значит, я вам, если вы меня спрашиваете, вы меня не спрашиваете, но вопрос на этом застрял. Значит, дело в том, что как может получиться, вообще как может получиться, чтобы человек занимался, не был бы поглощён только материальным добычей пропитания для себя и средств жизни. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы рабочее время стало меньше, чем время. Вот за что надо бороться. Чем время свободное. Вот если у меня есть свободного времени больше, чем рабочего у всех, то, что я, каков я, чем я занимаюсь, определяется чем? Рабочим временем или свободным? Свободным. А следовательно требования к тому, чтобы стал коммунизм возможен, не желание, как чьё-то, вот вам у вас желание возникло, или вот Маркс и Энгельс, у них мнение такое. Ну и чего их мнение? Они уже умерли, чего мнение? Я теперь спрашиваю. Есть другие, живые, давайте. Они говорят, не надо, это всё устарело. То есть вопрос не в мнении, и не в настроении, и не в желании, а вопрос в том, что должен быть такой уровень развития производительных сил, когда человек может работать меньше, чем в рабочем времени, чем у него свободного времени. Сколько у нас свободного времени? У нас свободного времени гораздо меньше, чем рабочего. Причём свободным временем называется не время, свободное только от производительного труда. Это нам в нерабочее время начинается. Это время сна, хождение по магазинам, уборка, лечение, стирка, глажка и так далее. Всё. Транспорт. Это что, свободное время? Нет. А что такое свободное время вообще, Олег? Как вы определили свободное время? Потому что без свободного времени ни о каком развитии нельзя говорить. Правильно? Если оно недостаточно. Поэтому и главная потребность, которая связана с удовлетворением которой, может быть, связана, это потребность в свободном времени. А что такое свободное время, Олег? Можете сказать? Свободное время – время для свободного времени. Вот. Свободное время – это время для свободного развития. Берём наоборот. Если мы хотим свободное развитие всех, да? Вот то, что вы стали рассказывать, что будет коммунизм. Если это не связано с развитием производительных сил, которые потенциально… Вот если потенциально можно освободить от производительного труда или производительный труд, чтобы распределялся среди всех и оставалось бы свободным временем много для всех. Вот при рабовладении, при том уровне, который был бы в эпоху рабовладения, если бы вы распределили свободное время, то никто бы ничего и не создал. Ни науки не расцветали бы, ни искусство. Правильно? И дальше. И в феодальную эпоху тоже. И в капиталистическую эпоху. Но при капитализме развиваются производительные силы. Вот последние исследования показывают, что сейчас уже мир созрел для того, чтобы был шестичасовой рабочий день. В каком смысле созрел? То есть ничего в производстве не ухудшится, а наоборот, оно будет быстрее развиваться. А почему быстрее? Потому что сейчас эпоха научно-технического прогресса. Для научно-технического прогресса надо, чтобы был человек грамотный, раз, чтобы он был отдохнувший, два, чтобы он творил, три. А когда творил, когда он должен делать какую-то монотонную работу, причем делать в такое время, когда его не развивает, а он при этом деградирует. Вот я вам назову книгу, которая опубликована недавно, совсем в прошлом году. Называется «Сокращение рабочего дня. Основание современного экономического развития». Современного экономического сокращения рабочего дня. И в этой книге приведены многочисленные статистические данные, которые показывают, что за время после введения восьмичасового рабочего дня, когда он был введен? Сколько лет назад? Олег, сколько? Когда состоялся переход, вообще движение рабочего дня, это очень, так сказать, поздний такой процесс, он начался только в буржуазное время, потому что пока было феодальное время, никто не знает, как можно, о каком рабочем дне можно было говорить. Вот эти дни вы будете работать на барсе, не столько, сколько надо. Ясно, с восходом вы будете приходить, а с закатом будете уходить. И у нас в России не было законодательно закрепленного рабочего дня до 1897 года, пока Морозовская мануфактура не забастовала и не потребовала законодательного установления ограничения рабочего дня. Его ограничили какой величиной? В 1897 году какой-то? В 12-10. 11,5. Не надо ни приписывать, ни приукрашивать. Так, 11,5. И до какого времени было это в России? Ну, в этом смысле примерно аналогичное движение в других странах. До 30-х? А? До 30-х? Нет. Почему до 30-х? 11,5 до 30-х? До что? В революцию октябрьскую. Причем Временное правительство не стало уменьшать рабочий день, а требования были у рабочих. И после февральской революции многие рабочие с явочным порядком стали вводить 8-часовой рабочий день. Ну, при 8-часовом рабочем дне можно думать о том, чтобы организовывать более широко профсоюзы, политические партии, заниматься учебой. Безграмотной была Россия. Какая учеба? Некогда учиться. Причем мы сравнительно недалеко от этого времени ушли. Вот у меня отец 3 класса в образовании имел. Отец, его отец имел 10. А он послал коров пасти. Моего отца и у него 3 класса. Я к нему прихожу, когда я был в 4-м классе, говорит, что все, 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 иди ко мне, не спрашивай. По учебе иди к маме. То есть это все очень недавно было. Но вот прошло 100 лет, теперь ровно прошло 100 лет с того времени, когда 8-ми часа. И теперь уже, вот теперь уже можно говорить, что раз экономика позволяет сделать 6, вот тогда вы можете бороться за 6-часовый рабочий день. А не бороться за него. Ну как вот Степан Разин будет бороться за коммунизм? Не будет коммунизм. Не будет. Потому что нету для него никаких материальных условий. И капитализм еще не мог появиться при Степане Разине. Поэтому бороться за, за что боролись, великую французскую буржуазную революцию, тоже было рано. То есть это правильно. Все в жизни вообще, всякие положительные изменения решаются борьбой. Но выбрать правильный лозунг нужно вот с учетом того, все-таки самое интересное не что, там считали Маркс и Энгельс, и как они обрисовывали коммунизм. Там не хуже их обрисовывали Сен-Симон, Фюрье и Оуэн. А они связывали это с развитием производства. Производство будет такое, что можно без ущерба для производства заниматься и этим, и этим, и этим, и этим, при том, что производство при этом будет расти, развиваться. Но для этого не надо, чтобы, если у вас рабочий день будет 4 часа. У вас есть, у родителей есть, чтобы 4 часа было рабочий день? Нет? Вот у меня было в прошлом семестре 4 часа в неделю. Нет, у меня мама логопеда, мне 4 часа рабочий день. Ну, плохо ей? Плохо ей. Плохо, потому что, к сожалению, логопеда не включена в документы, но они все равно получают 6 часов. Что получается? 4 часа, которые отдается, это только на работу с детьми. На работу с документами время вообще не за уменьшено. Ну, так рабочее время – это 6, но не 8? Нет, не 8. Не 8, а в основной массе 8. А на самом деле, по факту, по факту, который наша статистика дает, на 14% больше, имея в виду сверхурочные. И причем это сверхурочные, которые зафиксированы, а не зафиксированы сверхурочные, сколько угодно. Вот в фирмах, например, для людей очень образованных, для офисного планктона, считается неприличным уходить вовремя. Вот, если закончился рабочий день, и вы ушли, что-то вот я думаю, вам здесь больше не придется работать. Вот она вот сидит до 10 часов вечера. Пока я не ушел, да? Правда, я прихожу уже в 12. Она-то нормально приходит в 9. А вот пока я не уйду, ей не надо уходить. Так что вот посмотрите. Вот так сейчас происходит. И это, в общем, все знают. И никакого тут особенной борьбы еще нет. Но предпосылка должна быть вот эта. Предпосылка – это увеличение производительности до такой степени, что рабочий день можно сократить. Ну, сколько он должен быть? Ну, часа 4. Для того, чтобы можно было говорить о коммунизме в этом смысле. Правда? Если 4 часа, тогда можно считать, что у вас свободное время будет 5. Вот если у вас свободное время будет 5, вот 9 часов. Остальное у вас уйдет на все остальное. На сон, на всякие дела, которые представляют собой осуществление необходимости какой-нибудь, а не свободного развития. И вот если у человека 9 часов, из них 4 часа – это рабочее время. Вот кто я? Если я 5 часов играю на скрипке, а 4 часа стою у станка. То есть, останочник или скрипач? А? Скрипач. Но для этого надо, чтобы это было не то, что я хочу или я играю, а для этого надо, чтобы это было, занимало большую часть моего свободного времени. И тогда и работа моя на станке тоже будет творческой, потому что я не устаю от такой степени, и я могу подумать, как ее усовершенствовать, какие сделать новшества и так далее. Правда? И я должен думать, как поменять эти станки. А сейчас думают о том, как набрать гастарбайтеров, чтобы не покупать станки. А с чем это связано? Вот у Марса в Капитале, это не в этой работе, а в Капитале говорится, что заработная плата, ее уровень, он прямо определяет тот уровень, с которого начинается внедрение техники. Если вы имеете маленькую заработную плату, я технику не буду покупать. А если у вас вырастает заработная плата, то туда появляется необходимость у капиталиста купить технику, чтобы вас заменить. Поэтому чем выше зарплата, тем больше применяются техники. Чем ниже зарплата. Ну зачем я буду технику? Я наберу просто больше студентов. Путь копает землю. Если маленькая яма, один гастарбайтер, побольше яма, три гастарбайтера. Котлован, 300 гастарбайтеров. Зачем? Не нужны вообще шагающие экскаваторы. Вот что мы наблюдаем в современном производстве каталистическом. То есть, чтобы у нас, с одной стороны, вот эта вот основа производственная, она никуда не девалась, чтобы был уровень развития производительных сил. Потому что коммунизм вырастает из производительных сил, из их развития. А производительные силы – это средство производства раз, и сам работник два. И работник должен быть развит. И развит для нас только, что он, во-первых, много производит, а во-вторых, он уже имеет достаточно свободного времени, чтобы повлиять на устройство общества. Некогда ему заниматься устройством общества, он только и думает, как ему в конце свести с концами. Кто вот больше всего, скажем, участвует в общественной деятельности, в общественно-политической, люди, у которых нет свободного времени, или у которых есть? У которых есть какое-то время, они его выбили себе, так сказать, добились борьбой своей. Скажем, это заметно в профсоюзном движении в России. Докеры, диспетчеры, у которых и зарплата выше, и рабочие деньги у них ограничены. И отпуск, они себе в коллективном договоре написали больше, они имеют возможность подумать. И когда наступает коллективный трудовой спор, по закону, по закону, во время коллективного трудового спора, или во время переговоров, работодатель обязан участников переговоров, освободить от производительного труда с оплатой по среднему на период переговоров, но не более чем на три месяца. То есть три месяца на переговорах вы были, а вы были во время коллективных трудовых споров три месяца. И занимались не тем, чем вы обычно по работе, а тем, что вы решали такие социальные задачи. Вот в нашей современной нынешней экономике, в современной России, при том, где есть неравенство и прочая эксплуатация, есть и в нормах правовых записано, что вот освобождение от производительного труда. Но люди, которые уже организованы, они этим пользуются, а слабые не пользуются. Так вот, мы с вами посидели и не работаем. Нет, не на время, что я с вами переговариваюсь, а на весь период переговоров освободить надо. А если человек получает по 90 тысяч в месяц, вот докеры, вот они их по 90 тысячам платят, они организовывают за восточную борьбу за эти деньги. Это уже совсем другой разговор. Вот это уже похоже на коммунизм. Но еще не коммунизм, правда? Вот, то есть тут какая-то вот есть опасность, что мы не должны ни на дорожку социалистов-утопистов свернуть, они рисуют красивые картины. И поэтому излагать вот то, что пишет Маркс и Энгельс, так, как будто это вот, они такие картины, как уж что, что будет, никакое мечтание. Это не мечтание. А они все время связываются с этим развитием производства. У них же это непрерывно. Так ведь, Олег? А? Да. Да. Но я прошу прощения, что я так делал отвлечение такое. Продолжайте. Когда они описывают примерно, что должно привести к коммунизму, они рассказывают, чем на самом деле по их мнению является вся политика, политическая борьба, что все эти выборы, все эти бесконечные движения, это по сути просто борьба классов. То есть, когда класс получает власть, он делает свои интересы всеобщими. Конечно, они говорят, что нельзя это округлять, потому что в любом обществе один класс не может сделать только свои интересы всеобщими. И государство держится именно на том, что господствующий класс все-таки должен вступать, хоть чуть-чуть вступать интересам других классов. Но они просто желают об этом не забывать, что на пути к коммунизму именно должен пойти тот этап, когда именно политариат, а не Пушу Азии станут господствующим классом, когда именно интересы политариата выйдут на первый план, но на них пока видится только в будущем. Вот, Олег, а интересы политариата, вы их понимаете в субъективном смысле, что им нравится, или в объективном смысле? А в объективном смысле что такое интересы экономические? Экономические же интересы имеются в виду? А то, что вы уж интересы, то есть политариат боятся за свои права? Права это не интересы. Права это, вот у меня есть право на жизнь, и пусть я буду на него бороться. А интересы у меня в чем? Вот, что такое экономический интерес? У вас есть экономический интересы? Экономический интересы это интересы вашего экономического положения или вашего сознания? Сознание это психологические интересы. Вот я интересуюсь немецкой идеологией. Это к чему привлечено мое сознание? А вы интересуетесь тем, что у вас в вашей книге электронной написано. И важно. Но это что, предмет вашего интереса? Я этим интересуюсь. У меня есть интерес к пению, к чтению, рисованию. А когда говорят об экономических интересах, так не говорят. Говорят, в чем я объективно заинтересован. Не к чему у меня интерес, а в чем я объективно заинтересован. И можно сформулировать даже такое высказывание, когда в нем содержатся оба этих интереса, пьяница, он интересуется водкой, хотя он в этом объективно не заинтересован в том, чтобы водку пить. Так? Для того, чтобы знать, в чем вы заинтересованы, я с вами разговаривать должен, или я должен изучить ваше экономическое положение? Я изучаю ваше экономическое положение студента, и я делаю вывод, что независимо от того, какая у вас фамилия, имя, пол, возраст и так далее, вы заинтересованы в том, чтобы получить глубокие и прочные знания, раз, и второе, чтобы это было зафиксировано в документах, потому что здесь, как говорится, я ваш знакомый, а вот вы войдете на работу, там знакомых нет, им справку давай бумажную, поэтому обязательно и в этом заинтересован студент, правильно, чтобы он получил участие об окончании вуза, о том, что он закончил вуз и получил высшее образование. И это неважно, допустим, кто-то это понимает или не понимает, но это объективная категористика вашего сознания или вашего бытия? Бытия. Бытия. Например, вот если я хочу узнать, в чем заинтересован продавец? Подороже продать или подешевле? Продавец. Надо спросить меня у продавца, в чем заинтересован, или я без этого знаю, что он заинтересован в том, что продать подороже. А вот вы покупатель или тот же продавец вышел из своего ларька и пошел другой ларьок и превратился в покупатель. В чем он заинтересован? Чтобы подешевле купить или подороже? Подешевле. Поэтому, скажем, от того, в каком вы положении находитесь, вы находите и ваши экономические интересы. Вот, скажем, разговор идет о пролетариации не потому, что его любит Маркс и Энгельс. Во-первых, они сами по себе не пролетари. Тем более Энгельс, который папа у него фабрикант, потом он сам стал фабрикант, и Маркс буржуальный интеллиент по положению. Или, допустим, дворяне, которые выражали, декабристы, которые выражали интересы крестьянства. Крестьянство было заинтересовано в освобождении, а этим дворянам предлагали, давайте вы своих освободите. Они говорят, нет, давайте всех освободим. А мы своих одни освобождать не будем, а вот всех давайте мы всех сразу освободим. То есть, они выражали, вот эти дворяне, буржуатные интересы уже и интересы крестьянства, в частности, поражали. То есть что выгодно крестьянству? Крестьянству выгодно от крепостничества освободиться. То есть для того, чтобы знать, в чём интересы крестьянства состоят, не надо быть крестьянином, достаточно понимать, с чем связано его развитие, с освобождением от крепостничества. Чтобы знать, в чём заинтересованы рабочие, не надо быть рабочим, потому что рабочие, наоборот, в работе Ленина «Что делать?» говорится, что пролетариат в силу своего положения, в силу того, что нет свободного времени и нет возможности заниматься наукой, а его идеология, она может выражаться только научно. А чтобы выработать эту научную идеологию, нужно время. И вот у рабочего класса этого времени нет. Поэтому отдельные элементы из рабочих, вот они там проявляют в этом смысле чудеса и до каких-то истин доходят. Но в рабочий класс надо внести идеологию. То есть Маркс и Энгельс не говорят, что им интересно, и не что интересно рабочим. Рабочим интересно то, чему их приучили, чем они интересуются. А они говорят о том, в чем они заинтересованы, и выявить, в чем они заинтересованы. Вот они заинтересованы в переходе к такому общественному строю, где будет развитие не некоторых, а всех. И тогда вопрос стоит не о мнении Маркса и Энгельса, а о том, что содержится в объективных экономических интересах, тогда можно говорить о том, что это борьба за те интересы, которые идут. Вот вы сказали уже о классовой борьбе, но классовая борьба-то идет за... Вот здесь буржуазия имеет свои классовые интересы, и пролетариат имеет свои классовые интересы. Буржуазия и была прогрессивная в свое время? Была. Буржуазная революция. Она же была во главе всех тех сил, которые освободили человечество от крепостничества. Вот сейчас нет нигде крепостничества на земле. Нигде. Раблодение давно ушло. Это великое дело буржуазии. Она сделала свои интересы как бы всеобщими. Что давайте, значит, свобода, равенство, братство. Когда, значит, свобода, равенство, братство, у него средства производства, у вас нет, вы пойдете ко мне работать. И получается, свобода уже связана с тем, что вы свободно продаете свою рабочую силу. А сейчас такую функцию выполняет уже пролетариат на этом этапе. Вот на том этапе, о котором говорят Маркс и Ингвис. И дело не в том, что мы кого-то любим, не любим, а просто этап такой, что здесь рабочий класс, если он борется за свои экономические интересы, он может освободить все общество. Но если он не борется, то общество его никак не приведет. То, что без рабочего класса, без пролетариата вы никак не построите коммунизм. Вот сидел Сен-Симон и ждал, что в 12 часов, он все так разрисовал хорошо, как будет хорошо при коммунизме, и ждал, что кто-то из богатых придет и даст ему деньги на реализацию этих проектов. В 12 часов каждый день сидел дома и ждал, что придет спонсор. Но спонсор не пришел. Так что это вот такой момент очень знаменательный. То есть вот что надо запомнить, интересы, я даже могу вам формулировку дальше, интересы, такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которые показывают, что им в силу этого положения объективно выгодно. То есть что улучшает их положение и в какой степени. То есть у вас бывают долговременные интересы, кратковременные интересы, кто заинтересован в условиях труда, в их улучшении как, кто заинтересован в развитии производства, кто заинтересован в сокращении рабочего времени. Вот у нас что происходит? В связи с ростом производительности труда могло бы сокращаться рабочее время. Буржуазия в этом не заинтересована. Поэтому что происходит? Происходит, что сокращается количество рабочих, а нагрузка на них возрастает. И в итоге получается, количество их уменьшается, и ослабляется база для того, чтобы они отстояли свои интересы. А то же самое поэтому рабочие, если они организованы и сознательны, они должны бороться за что? За то, чтобы сокращалось рабочее время. Если будет свободное время, тогда можно большего добиться и таких больших крупных социальных изменений. Пока люди не перешли в России к 11,5 часов рабочего дня, никаких изменений просто нельзя было поговорить. Так, хорошо, спасибо, давайте. Что еще у вас? Ну, дальше, в заключение, то есть, прежде чем перейти к своему пониманию истории, они говорят о том, что коммунизм – это не идеал, это не какая-то утопия, и что только с помощью рабочего класса можно построить этот коммунизм как реальное состояние, как закономерный результат развития этих производственных отношений человечества. После, дальше. То есть, ну вот, я говорю, что не идеал, а что? Это не идеал. Ну, или это идеал класса, или это выражение экономических интересов рабочего класса. Вот есть такая большая общественная сила, большая социальная группа, для кого это является выражением его экономических интересов. Не для тех, кто в какой-нибудь партии состоит. Дескать, вот тут есть коммунистическая партия, вот они хотят строить коммунистические, они хотят строить социализм, эти социал-демократы, они хотят, значит, чтобы была демократия, и чтобы, так сказать, там все время и выборы проходили. А вопрос в том, что есть целый класс, который объективно заинтересован в этом самом преобразовании общественного, которое сводится к чему? К уничтожению частной собственности. А как можно частную собственность уничтожить? Что, ломать, что ли, разбирать, убивать? Частную собственность можно уничтожить только одним путем – создать общественную. Создать общественную. Если вы создали общественную, тогда нет частной. Причем создали общественную как более высокую, которая включает все достижения частной собственности своего времени. Правильно? Все научные достижения, все технические достижения. Ну, скажем, взлет Советского Союза о чем говорит? Что вот все то, что было предшествующими поколениями создано, и создано в современном мире, потому что все, что было в современном мире, в том числе в капиталистическом, то было и в Советском Союзе. А сейчас вот ситуация такая. Многое в мире есть, чего в России нет. Вот ситуация какая-то. То есть получился некий провал в этом отношении. Так. Рассматрив коммунизм в этой главе, то есть как общественное явление, и скритиковав суверенную немецкую философию, Маркс и Энгельс переходят к своему пониманию этой важнейшей науке истории. Они говорят, что вся немецкая история, собственно говоря, как и другие мазрительные науки, подчиняется каким-то совершенно неведомым законам. Она оторвана от человеческой жизни, она оторвана от человеческой практической деятельности. Они говорят, что истинная арена мировой истории это гражданское общество, но предупреждают, что это не то гражданское общество, о котором говорит Фейермахт. То есть сборище каких-то индивидуальностей, людей оторванных от общества. Это настоящее гражданское общество именно в том смысле, что это как бы общество независимых индивидов, но при этом все-таки социально объединенных со своими экономическими, производственными социальными связями. То есть они говорят, что действительно история должна основываться на убеждении, что именно практика творит идеи, а не идеи творят практику. То есть даже приводится пример, что Маркс и Энглес удивляются мастерству немецких историков, которые говорят, что просто фараоны были такими жестокими эксплуататорами, что у них появились рабы. Но ведь они считают, что это совершение шепнукости, что на Энпосте была такая экономическая ситуация, что в знати Египта понадобились рабы, и именно поэтому фараоны стали рабовладельцами, не потому что они были такими изначально, то есть они сказали, что именно практика рождает какие-либо исторические идеи. А когда могут появиться рабы? Вот не было, не было рабов, вдруг появились рабы. Когда вот? Что является экономическим условием появления рабства? Ну, во-первых, что рабов все-таки можно захватить, и что их можно... Ну, хорошо, я вот вас запросил. Мы будем кормить рабов? Нет, это меня не устраивает. Если я рабовладелец, а что вы? Зачем? Это я буду кормить рабов. Рабов нужно прокормить, или рыбы должны прокормить себя и меня? Вы как-то так решите, а то мне это не нравится. Если бы вы были в период рабства, я, может быть, вам бы сказал рубить голову. Я еще должен рабов кормить? Нет, брат, пойдет, такое дело. Ну, вот смотрите, вот мы с вами сражались. Я из одного племени, вы из другого. Вы меня завоевали. Что будете делать? Кормить меня вы? Кормите. А производительные силы позволяют вам прокормить только одного человека. И вы спадетесь, так сказать, жертвой своего гуманизма. То есть, меня вы прокормите, спасибо вам большое, а я вам цветочек принесу на могилу. Ну, так? Нет. Как нет? А как? У меня обходил пяти таких производительных сил, по которым этот рабский труд может покормить не только раба, но и его хозяина. Вот. То есть, пока нет таких производительных сил, что один человек может... Еще не хозяин, а просто двух человек может прокормить, да? Один человек, если двух может прокормить, можно говорить о рабстве. А если нет, то вот, скажем, вы меня завоевали. Но поскольку вы вовсе не собираетесь меня кормить и умереть, то вы меня заколите, и этим все закончится. Поэтому так называемая жестокость вот такая древняя, что вот, плен не брали, всех убивали, и рабов даже не делали, убивали, и все. А почему? А нет никакого другого выхода. Вы меня победили, а прокормить ни я вас не могу, ни вы меня. Поэтому как может быть здесь рабовладение? А вот чтобы было рабовладение, надо, чтобы можно было прокормить двух человек. Вот тогда только выявляется раз. Точно так же, как и дальше. Вот для того, чтобы можно было ослабить такой гнет эксплуататорский, сделать его крепостническим, а не таким, как укреповладение, надо, чтобы производительные силы были на таком уровне, что за три дня или четыре дня, которые работник работает на барщине, он создает достаточно для того, чтобы существовал целый класс и государство, и все. А дальше идите кормитесь там в оставшиеся дни недели сами для себя, как считаете нужно. Сколько там у вас детей, какие у вас проблемы, это не касается помещика. Правильно? В этом смысле самостоятельный человек был крестьянин. Почему? Говорят, у него сметка бывает, крестьянская такая ватка, ему ум крестьянский крепкий, потому что ему все приходилось режать. Такого нет сейчас на заводе. Вы попадете на завод, вам будут, значит, все вам начальники, начальник участка, бригадир, начальник цеха, главный инженер, нормировщики, и все пойдет, и все командуют, и вам ничего делать, вы ничем не командуете. А крестьянин, вот он четыре дня заработал на барщине, и он сам себе хозяин. То есть тут вот есть то, что в известном смысле теряется при переходе к капитализму. То есть так называемый свободный рабочий, он от чего освободен? От всего. В том числе от возможности самому что-то решать. И поэтому он и может решить только вот коллективным образом, и коллективной своей борьбой вот вопросы улучшения своей жизни. Дальше Марк Сэнгельс говорит, что именно революционные преобразования являются движущей силой истории, что это манера немецких историков постоянно критиковать историю, и считать, что вот постоянное ее анализирование, придумание каких-либо абстракций, постоянное заглядывание в прошлое ни к чему не приводит, что история должна осматриваться только как движение вперед, и силы общества должны стремиться к этим революционным преобразованиям. Ну вот давайте, может, мы попробуем с вами вместе, вот и все вместе, посчитать, какие вы революции имели пролетарские, да, с период после Октябрьской революции. Вот Октябрьская революция, раз. Следующая революция какая была? Ну была попытка немецкая. Попытка была, но неудачно. Это революция не получилась, не до ворот. Так? А какая удачная была? Следующая революция? Я не могу в канонологическом, как если у нас, ну китайская. Ну это вы далеко скакнули, а в Монголии революция. 21-й год, да? И 22-й? 21-й год. Монгольская революция, так? Это будем считать революцией и контрреволюцией. И посмотрим баланс, да? Как вот вы рассказываете? Ну давайте посмотрим, насколько это соответствует и соотносится с дальнейшим движением. Дальше. После войны в Европе революция в каких странах? Югославия – раз. Болгария – два. Румыния. Румыния – третья, Чехословакия – 48-й год. Венгрия, Польша. Венгрия, Польша, Албания. А? Чехословакия. Чехословакия уже говорил, да. Так, Молдавия была в составе? В составе. Она в составе была. Ну вот, вот, хорошо. Вот это революция. Теперь берем на востоке. Самая первая была в Вьетнамской революции. 45-й год. Победы. Причем в борьбе с французскими империалистами. Потом, причем там ситуация была такая, что если бы не социалистическая революция, они бы были колониальными, полуколониальными странами. Потому что там не европейская ситуация была. Не такая, что вы просто являетесь страной, которая не очень сильно развивается. А просто там не было бы никакого развития, деградация. Как и Китай. Сколько он спал исторически? Так. Корейская. Народно-дневоконтическая республика. Какой год? 48-й. 49-й. 48-й. 49-й Китай. Так. Теперь там еще. Лаос. Лаос 75-й. Куба 57-й там они провозгласили, 59-м уже было создано государство историческое. Теперь, значит, из этой цепи революции выпадают в ходе контрреволюции вот все эти европейские страны, да, начиная с Албании, там Венгрии, Румынии, Югославии и так далее, и ГДР. Выпадает Советский Союз и рассыпается еще на ряд государств. Появляется там буржуазная Киргизия, буржуазный Казахстан, буржуазный Узбекистан, Туркменистан, Латвия, Литва, Эстония. То есть вот это вот. Значит, еще контрреволюция произошла в Монголии. Когда она была до войны или после войны? Ну, тоже там нет шаристического государства. Что мы в остатке имеем? В остатке имеем Китай, миллиард 380 миллионов, Вьетнам, 90 миллионов, Корею 25 миллионов, северную, теперь Лаос, 6 миллионов, Куба 11 миллионов, полтора миллиарда человек живут в социалистических государствах. Причем не в раз, так вот, как предполагали Маркс и Ангельсов, для периода свободной конкуренции, а не для периода империализма. А для периода империализма революции возможны в отдельных странах, а не одновременно, по мере созревания условий, потому что неравномерное развитие. И вот на сегодняшний день революционные движения выражаются уже в том, что вот страны социалистические быстрее развиваются. В частности, какие темпы роста в США? Ну, около 2%. В России? Около нуля. Вот эта двадцатка собиралась и решала, как нам жить быть. И она себе установила, надо 2% иметь. Двадцатка. Буржуазная государство. Ну, не получается 2%. В итоге что происходит? Идет увеличение силы вот этого лагеря соц. стран и ослабление позиций стран, которых пока большинство буржуазных. Причем, самая крупная по объему валового продукта теперь какая страна? Китай. Китай с 2014 года. С 2014 года на сегодняшний день там 17% валового выпуска мирового, а в США 15%. И этот разрыв продолжает увеличиваться. Теперь еще одно интересное условие. Вот классическая картина империализма, как Ленин еще обрисовал, когда не было ни одной социалистической страны. Какая классическая? Есть группа империалистических хищников, которые сложились в конкурентной борьбе. И вот они грабят все остальные страны. Если это не колониальная зависимость, то неоколониальная. Это вывоз капитала, это захват соответствующих ресурсов и передел мира в соответствии с тем, какой силой достигли те или иные империалистические страны. А сейчас мы что имеем? Достаточно крупные буржуазные государства, чтобы сохранить свою самостоятельность и независимость, начинают, особенно после событий в Ираке, в Ливии, в Ярославии, когда просто уничтожили эти государства. Они перебираются поближе к странам социалистическим. Вот что за организация такая БРИКС? Это что такое? Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Значит, что здесь образующим является элементом? Конечно, Китай, прежде всего. Китай, который более крупный, чем Америка. Значит, вот к нему присоединиться, уже эти страны их не съешь. А страны буржуазные. Причем вот Россия имеет ракетно-ядерный щит такой же, как у США. Точно такой же. Подоколбор. Но плюс с Китаем больше уже, чем у США. И поэтому против БРИКС не надо воевать. Это уже вопрос о том, вот вроде империализм чреват войнами, но эти войны безперпективны вот в таком варианте. Причем Китай присоединяется красивее, Россия и Китай. Конечно, Россия и Китай, потому что они уже мало сопоставимы по объемам. Бразилия, а Индия? Индия вообще-то все время имела напряженные отношения с Китаем. Там территориальные у них были споры, но они же вошли в один блок, потому что тогда, если они с Китаем, они имеют очень сильные позиции и торговые, и экономические, и любые другие. Они и с Россией торгуют, и с Китаем дружат. Южная Африка, смотрите, это все разные континенты. Южная Африка это Африка, Бразилия это Южная Америка, Индия, Китай это Азия, Россия это Европа и Азия. Вот какое образование. А есть еще Шанхайская Организация Сотрудничества. Тут уже невооруженным глазом видно, что Шанхайская, понятное дело, кто в главе Шанхайской Организации Сотрудничества стоит. Потом вы видите интенсивные какие-то контакты и встречи между Бразной Россией и Социалистическим Вьетнамом. Дмитрий, у нас президент бывший а нынешний треверминистр едет, Дмитрий Анатольевич, в Вьетнам и встречается с генеральным ксенциарем Компартии Вьетнама. Не потому, что у них близки какие-то идеологические интересы, правильно? А именно по причинам экономическим. Вот. Теперь, что получается с санкциями? Если бы мир был бы буржуазный и все бы делали санкции, то было бы как вот Россия, когда одна была, была социалистической. Можно было задушить, а какие сейчас могут быть санкции? Ну, купят в Китай, но не хотите вы нам продавать в Китай, купят российские компании то, что нужно, станки в том числе в другом месте. Нет уже этого замкнутого мира, и поэтому мы наблюдаем как раз пример того, о чем вы здесь говорите. То есть, что это движение, которое вроде бы здесь мы рассматриваем в плане такой вот гениального предвосхищения, да? Ну, не такого предвосхищения, которое связано с мечтаниями и построениями, а связаны и увязывается все с развитием производительных сил, что производительные силы этого потребуют. Производительные силы потребовали империализма, производительные силы потребовали соответствующих революций, а не то, что люди захотелось сделать. Ну, представьте себе, захотелось сделать революцию Степана Разина. Получилась бы революция? Он и хотел, он и делал. А что получилось? Ну, никакого другого общества не получилось бы тогда. Для этого надо, чтобы производительные силы созрели. Поэтому вот этот упор на производство, в чем, как это назвать одним именем? Это вот то, что вы предлагаете, вот этот подход и называется исторический материализм. То есть, надо объяснять все общественные явления не намерениями, действиями людей, потребностями только, а потребности всегда есть. А прежде всего, развитием общественного производства. Что вот все эти изменения, они являются плодом изменения в общественном производстве и само существование классов, и само развитие классов. Кто организует пролетариат? Вот пролетариат. Надо же организовать всего на борьбу революционную. Кто его организовывает? Как бы вы ответили на этот вопрос? Борьевики? Коммунисты или кто? Кто организует пролетариат на борьбу против буржавного строя? Я бы сказал, ну, кто исплачивает, кто создает фабрики, кто сгоняет этих крестьян в города? Кто это делает? Это делает все буржави. Буржави организовывают, дисциплинируют рабочий класс, а потом рабочий класс извергает эту буржави. Как-то это даже нехорошо. Какие отношения между странами должны быть и капитализмом? Вот кто такой? Вот Марк говорит, что при социализме остаются родимые пятны капитализма. Какие отношения между коммунизмом и капитализмом? Какие? Враги? Или Капитализм можно рассматривать как ступень на пути к коммунизму? Да, как ступень. А если родимые пятна, значит, родился ты из чего коммунизм? Из какого строя он вышел? Из капитализма. Из капитализма. Но у вас с мамой не бывает конфликтов? Нет? А у некоторых бывает очень сильный. Но это мама. Можно сказать, что капитализм это мама коммунизма? В этом смысле, наверное, вот этих всех построений, да, что это он показывает, что это к этому ведет. Развитие производительных сил уже капиталистического общества приводит к чему? К разделению труда, к более широкому, к всеобщему обмену, к тому, что вот это преодолевается узкий горизонт этого разделения труда, что можно, что люди начинают развивать все свои способности. И потом, как бы вы ни хотели, вы уже не удерживаете рабочий класс так, чтобы он не видел, как другие люди живут. Он естественно для рабочего класса, что он стремится к равенству. Правда? Это естественно, потому что всякий, под кого будет неравенство касаться, будет к этому равенству стремиться. Вот вы еще не сдали экзамен, у нас сейчас с вами неравенство, и зачет не сдали. А когда сдадите, у нас будет разница. Совсем другой разговор. Сейчас я говорю, давайте, говорите, вызываю, вы скажете, ну здравствуйте, здравствуйте, и все. Еще что у вас в загашнике? Продолжается критика, что немецкие историки вообще как будто не знают, что такое производительные силы, что они пишут всемирную историю, как какой-то роман, у которого есть главный герой, а народ и просто люди являются лишь сетством, чтобы какая-либо деликая историческая личность сделала свои великие тела. А народ, вы определение можете дать? То есть народ это как национальность? Нет, народ это не национальность. Кроме национальности еще нация есть. Но есть разные понятия, национальность, нация, народ. Национальность это понятие кровнородственное, нация ничего кровнородственного в себе не содержит, а народ что такое? Ну, когда Марс говорит о народе, это туда капиталисты входят в народ, эксплуататоры, входит в народ? Входят. Входят в народ. Нет, в народ не входит, а народ как у нас ходит какой-либо. Нет, народ не входит. Вот смотрите, вот смотрите как, вот у нас схождение в народ было в конце 19 века, ходили в народ, образованные люди? Так народ, а сами они относились к народу? Нет. Был и высший свет, и народ. Так? У этого определения у Маркса нет, он не так это предполагает, а вот у Ленина очень четко определили, народ это рабочие крестьяне, то есть создатели, материальные благ. вы нам все время агитировались за то, что материальное производство лежит в основе, вот кто создает непосредственно материальные блага, те и народ. И про Бориса Николаевича говорили, утром скушал бутербург, сразу мысль, а как народ? Так, то есть народ это рабочие крестьяне, а конкретнее, или вернее, обобщая, непосредственные производители материальных благ, а создатели духовных благ, они уже, так сказать, вот определенную ступень преодолели, они освобождены от материально-производительного труда, они как бы живут в сфере свободного времени, вот я живу в сфере свободного времени при капитализме, а где я живу? Я же не производил, не производил материальный благ, хотя некоторые ученые доказывают, что прямо от наука является непосредственная производительная сила, и прямо вот, прямо изо рта у меня должны сейчас выскочить, раз я считаюсь ученым, жареные рябчики, вы только должны успеть схватить. А есть понятие нации, куда действительно все входят, вот нации, это такая общность людей, которая базируется на общности территории, экономике, языка и культуры. Вот вам это достаточно для того, чтобы на этом широком поле все рассматривать? А нация, правда? это хорошее научное и строгое понятие нации. Так, ну, продолжайте. Ну, а все, у вас сегодня хорошо заготовили. Ну да, ну, еще говорить, что историки вообще, помимо того, что не видят производительных сил, они как будто бы отделяют природу от человека, то есть не представляют человека, как человека, живущего в природе, перевозовывающего природу под свои потребности. То есть природы просто нет в этой... И принадлежащему в то же время природе. В то же время... Просто нет в этой косиле немецкой истории. И, ну, как и до этого уже говорилось, они упекают историков за то, что они придумывают различные законы истории, абстракции, то есть стремятся подогнать какие-либо события под выдуманные или закономерности. Если какое-то событие не подходит под эти закономерности, его проще забыть, проще исключить. То есть историки как-то иногда даже походят на моралистов, пытаются найти в истории какой-то высший смысл, привязать ее к религиозным церковным церковным. Вот, Олег, вопрос такой. Так это их вина или беда? Это их беда. Беда, правильно? Потому что пока не открыт. То есть кто первым применил материализм к истории? Вот первыми применили Маркс Энгельс. С этой позиции, вот с этой позиции, которую они открыли, они критикуют более широко распространенный принцип другой. Но понятно, что и чувства, и мысли, и все о том, о чем говорят, и всякие мечтания, они тоже влияют на историю. Но определяющим является вот это производство материальных благ. Поэтому у Энгельса это записано в чеканной формулировке в книге «Происхождение семьи, частной собственности государства», что определяющим в человеческой истории является производство непосредственной жизни. Вы с этого начали. Но для этого это что означает? Надо применить материализм к истории. А какой материализм? Для этого надо, чтобы, если вы просто будете применять фейербаховский материализм, для этого не годится, он неподвижный, он сам представляет собой просто отражение вот этой истории и отражение всей жизни. И никак нельзя с помощью него изучать историю. То есть для того, чтобы можно было применить материализм к истории, он должен был стать диалектическим материализмом. Вот диалектический материализм. Пока он не стал диалектическим, поэтому первое, что сделали Маркс и Эггельс, они превратили материализм в диалектический. Не выкинули Гегеля, как мертвую собаку, как его третий, а взяли его на вооружение и материалистически истолковали. Но дальше идет вопрос. Вот теперь диалектический материализм можно применять к истории. У нас вот сейчас, в том числе и у нас в институте, вообще в философии современной, российской, у нас самые разные есть позиции, есть идеалисты и так далее. Я вот предлагал некоторым товарищам, коллегам, говорю, вот вы стоите на идеалистической позиции. Если вы применяете идеализм, и у нас много таких людей, которые стоят на идеалистических позициях. Есть? Есть, и вы знаете это. Вот хорошо, но вот вы применяете идеализм к истории. Вот как эти, кого критикуют Маркс, какой получается, какая наука получается? Исторический идеализм. Маркс, Эггельс, прилагает к истории идеалектический материализм. Получается, исторический материализм. Вот вы так, некоторые товарищи кисло смотрят на исторический материализм. Вот он, исторический материализм. Ну хорошо, а что ему может противостоять? Исторический идеализм. Вот говорю, встаньте, выйдите и сказать, я исторический идеалист. Вы знаете хоть такого одного? Я не знаю. То есть идеалистов много, но кто бы сказал, я применяю этот идеализм к истории, у меня метод исторический идеализм. Нет таких. То есть так получилось интересно, что вроде от этого отходит, отступает. А позитивного такого начала, что, допустим, вот он дает какие-то решения, исторический идеализм выставлен, нету его. Поэтому это просто некоторый откат назад. Мы вот когда изучаем это, как будто... Зачем такое старьё изучать? Потому что это старьё у нас всплывает постоянно. Потому что это не старьё, а это характеристика некоторых течений в современной философии. То есть вот то, что критикует Маркс и Энгельс, относится и ко всем тем, кто не берёт на вооружение исторический материализм. Вот картина сегодняшнего дня. Поэтому иначе какой смысл, что мы перебираем, что они там с кем-то спорят? Потому что это, к сожалению, наша и современность тоже. То есть в современной философии, в современной смысле нынешней, не современной по своему уровню, а просто по факту существования. К сожалению, много таких вот концепций. Много вы знаете философов современных, которые объясняют историю, исходя из развития производства и глубинных экономических интересов классов. Немного, да? Я думаю, не назовёте особенно кого-то. Вот я преподавал, например, философию истории историками. Книгу опубликовал, называется «Лекция по философии истории». Можете посмотреть на сайте Фонда Рабочей Академии. Она получила премию Санкт-Петербургского, ну не премию, а грамоту Санкт-Петербургского философского общества. На эту тему, в общем-то, больше ничего и нет. А поскольку теперь сделали бакалавриат, а я читал на пятом курсе, то этого курса не стало у историков. Не потому, что он всем нравился, а нет его, потому что нет пятого курса. И всё, вместе с ним ушло. И вот мы должны приготовиться к тому, вот это читая, что то, что мы сейчас изучаем и читаем, мы изучаем вот то, что нам встретится в новом облачении, в новом обличии. Снова мы увидим здесь у одних исторический материализм, идеалектический, на других. Нет ни идеалектики, ни исторического материализма. Есть субъективизм, есть солипсизм. То есть субъективный идеализм и есть. Есть так или иначе, так сказать. Даже идея Бога тоже присутствует в философии, но не в виде Бога. Говорят, есть три уровня бытия. Вот бытие, бытие в сознании и третий уровень, как называется. Не говорят Бога, говорят, трансцендентное. Вы о трансцендентном. Должны подумать. Вот это трансцендентное, оно думает о нас и управляет всеми процессами. В том числе в вашем выступлении и моим проведением семинара. Там думает о нас с вами. Там есть хороший план нашей жизни. Так, ну давайте у вас, я смотрю, завершение уже. У Арксенгельс говорит, что нельзя так же представить историю просто как череду каких-то случайных фактов. То есть излишний эперизм тут тоже недопустим, потому что все равно критика истории как часть идеалектического материализма необходима. Анализ истории необходим. Но причины событий, но необходимо не просто отражать эти события. Их надо анализировать и видеть. Большинство общественных событий есть результат воздействия общества, не отдельных личностей. Результат воздействия общества, в котором есть производительные силы. Ну, дальше они продолжают критику Фейермаха. Говорят, что для Фейермаха человек какой-то чувственный предмет, в том время, как Фейермах фактически не задумывается о человеческой деятельности, что если у нас у человека есть что-то чувственное, то человек, прежде всего, чувственная деятельность, что у истории нет места спекуляции, что история не спекулятивная наука, и она ни в коем случае не должна служить идеализму, что для этого есть философия, религия и другие. И умозрительные науки. Дальше они еще говорят о духовном производстве, то есть, что те ценности, которые так господствуют в обществе на определенном этапе развития, они тоже устанавливаются господствующим классом, что господствующий класс, соответственно, делится на дети, и любой господствующий класс делится на дети, то есть, на людей, которые что-то производят, фактически на демагогах, у которых достаточно этого времени, чтобы создавать новые ценности, чтобы предаваться этим умозрителям наук. – Понятно. Хорошо. Последний вопрос к вам и тем, кто здесь вот, и кто раньше ответит. История что изучает? Мы сейчас говорим о истории сегодня, да? Что изучает история, наука истории? – Развитие человечества. – Развитие человечества, можно так сказать. Развитие человечества. Если сказать, что она изучает только то, что было, то она не изучает то, что сейчас есть. Правда? А на самом деле, изучая развитие человечества, история дает нам уроки для современного и для будущего. Поэтому можно даже так сказать, что история изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Вот я вот в этой коммунировке сказал то, что и вы сказали, и в то же время и об уроках. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. То есть человек, который не знает истории, он не знает уроков, и он может делать те ошибки, которые человечество давно уже преодолело. или практически, во многом и теоретически. Поэтому изучение истории – это освобождение от наших возможных будущих ошибок. Поэтому это не то, что были такие люди, они писали. К сожалению, я вынужден сказал, к сожалению, это всё очень актуально, потому что с этим мы будем сталкиваться по мере изучения литературы, выступлений, коллег и так далее. Спасибо большое. Значит, я спрашиваю, вы планируете своё выступление? Вопрос назрел. Вот у вас, я вас не ограничиваю в смысле выбора. Здесь вы выберете себе тему, какую вы считаете для вас удобной, приятной и полезной. И выступайте. Вот Олег, он уже третий раз выступает, и он правильно делает, он тренируется, причём тренироваться лучше всего безответственно, не на экзамене и не на зачёте. На зачёте какая там тренировка? Там зачёт, не зачёт. А здесь вы тренируетесь, так сказать, раскрываете свои мысли, соображения, приучаетесь свободно говорить. Я наблюдаю, как даже выпускники нашей кафедры на конференции итоговой, после всех защит, читают, читают, читают. И заказывают, что умеют читать, как будто они Брежнев, там, или другие престарелые руководители. А они должны быть молодыми и свободно. Но если не будет тренировать себя вот к свободному выступлению, сразу не получается. Не получается, это как плавать. Вот вы нельзя научиться плавать на берегу, плавать нужно обязательно, вот, прыгнуть в ходу. А как вы можете? Вы знаете хоть одного человека, который бы научился на берегу плавать? Так и здесь. Выстав свобода, свободное выступление, они появляются так у тех, кто выступает. Тем более, всякий, кто что-то изучает или обучается, у него всегда есть какие-то ошибки. Но это ошибки роста, они неизбежны. Но они не являются теми ошибками, которые вот… А вот вы дождётесь того, что вам нужно уже выступать непосредственно. Вот вы выступаете с курсовой, выступаете уже с дипломной, да? Со своей… И зачем там ошибки? Ошибки надо делать, вот у нас для этого существует возможность, и есть такой курс, который нам позволяет это делать. Нам выделено достаточно много времени государству. Скажем ему спасибо и будем пользоваться, чему я вас и призываю. Спасибо за внимание. Значит, продолжаете читать и выбирать себе темы для выступлений. Продолжение следует...